6 августа Айдар отправляет заявление через спецотдел. В заявлении указано о том, что он подозревает в сфабрикованности в отношении него уголовного дела по статье 297, ч. 1 и просит привлечку уголовной ответственности оперуполномоченного ОПС Адвокасова Дитара, оперуполномоченного ОПР Рахаева Махмуда, начальника ОПН Гасисова, старшего оперуполномоченного ОВД ОПН Карима, оперуполномоченного ОПН Сахова и обилово сигналы, вышеуказанные лица неоднократно были задействованы в задержании Айдара, неоднократном задержании Айдара, перед тем, как его задержали по уголовному делу. И вот это заявление Айдара отправляют 6 числа. Они говорят о том, что на утере сотрудники учреждения номер 64 утверждают, не дают никакие документы, говорят, что вот мы ищем. И 9 числа ему выдают некий документ, который ранее никогда спецотдел не выдавал. В этом документе не указано ни исполнитель, ни номер талона, ни подпись. Просто какая-то фикция. На что Айдар Состеков пишет заявление, где указывает, что в этом прошу принять истинные меры в отношении ответственных лиц учреждения номер 64 КУС МВДРК, которые в нарушении главы 9 пункта 86 приказа 505 министра МВДРК не отправили мое заявление в государственный орган. На мои вопросы в моем заявлении ни один из сотрудников учреждения не дал внятного ответа. Спецотдел мое заявление не видела и не отправляла. Где находилось мое заявление в течение трех суток, никто не знает. На исходящем бланке от 9 числа за подписью Ахметова нет никакой подписи, просто указана фамилия, нет исполнителя и электронной подписи. Номер этого документа написан на друге. Данное заявление было адресовано в департамент полиции и являлось заявлением о совершенном уголовном правонарушении сотрудниками юстиции. В связи с чем, предполагаю, заинтересованность сотрудников учреждения КУИСМ МВД РК. Таким образом, Айдар подозревает в том, что сотрудники намеренно не дали ход этому заявлению, указав на то, что они утеряли это заявление. Тем самым препятствуя Айдару ССДКО зарегистрировать это заявление, направить это заявление в департамент полиции и возбудить уголовное дело на этих сотрудников. Вот таким образом сотрудники КУИСа номер 64 препятствуют и нарушают права своих подследственных.